Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать о комплектации пылесоса от компании DERMA. Это новинка. Модель T50W. Очень большая комплектация. Здесь у меня она на столе почти не влазит. Начнем, пожалуй, с фильтров. Есть два сменных фильтра. Здесь есть уплотнительные элементы, фебофильтры. Один из них установлен уже, плюс два дополнительных. Их можно мыть и использовать по второму-третьему разу. Есть инструкция. Она чисто на русском языке, с картинками, с пояснениями и возможными ошибками, которые могут возникать в процессе эксплуатации. Есть зарядка. Там 32 вольта, 0,6 ампера. Чем она примечательна? Тем, что ее можно встраивать в держатель. Здесь есть окошко. Вставляем, зажимаем и уже сам пылесос ставим на зарядку. У нас вот автоматическая зарядка. Сам держатель у нас на стенку можно закрепить. И снизу плюс два дополнительных, две дополнительные насадки. К примеру, устанавливаем. Они не сползают. Чтобы их снять, надо будет нажать. Очень продуманная система хранения. Но, к сожалению, только на две насадки. А насадок здесь пять. Так что, один используем, к примеру, на пылесосе. Две здесь. Две еще придется куда-то размещать. Так, ну что, давайте сейчас пойдем по самим насадкам. Насадка для труднодоступных мест. Очень, я считаю, что полезная насадка. Так как ей можно будет убраться за мебелью, где-то под потолком, за батареями. В общем, очень большое количество предназначений. Есть ворсовая часть. И можно сократить. И вот у нас просто обычно, к примеру, где-то в складках мебели можно. Все насадки крепятся с помощью пластиковых держателей. Очень плотное соединение получается. И если посмотреть, к примеру, на приемной трубе. Блокировка и разборка. Она не ходит, вообще не гуляет никуда. Очень удобно соединяется. Приемная труба. Она металлическая, цельная. Очень большой диаметр. Хорошо всасывает. С обеих сторон у нас есть крепления. С одной стороны металлические контакты. Это нужно для того, чтобы подать напряжение электричества на различные турбощетки. К примеру, насадка для уборки мебели, для удаления клещей. И насадка для пола. Все здесь подсоединяется. Довольно быстро происходит блокировка. Ну и также разборка. Как я уже говорил, насадка не шатается. И очень хорошо крепится. Так, насадка для того, чтобы у нас ухаживать за мебелью, собирать шерсть. Ну и также можно чесать, к примеру, различных животных, в том числе собак. Особенно с длинной шерстью. Насадка, расческа. Подсоединяется можно как к самому пылесосу, так и через приемную трубу. На конце у нас здесь такие вот гвоздики. Они не мягкие, они металлические, но они подвижные. И после того, как у нас происходит сбор, мы нажимаем. И у нас можно будет собрать всю шерсть. Очень продуманная насадочка. Есть насадка для уборки пыли. На конце у нас идет такая вот ворсовая ткань. Не ткань, ворс. Она складная. Можно убрать и также разобрать. Насадка клещевая. Так она называется производителем. Смусов в чем? Она используется для уборки различной мебели. Тканевых каких-то подушек, к примеру. Можно опять же одеял, покрывал. Ну, матрасов. Смысл в чем? Убирает очень, очень мощно. Здесь вращается насадка. Здесь резиновая есть. Резиновые есть такие лопасти, которые выбивают все. Выбивают пыль и уже всасываются. Она разборная. Можно ее разобрать, почистить. Есть регулировка по наклону. Плавная регулировка. Ну и прозрачный экран для того, чтобы контролировать сам процесс уборки. Во время работы она создает небольшую вибрацию и выбивает все, что есть у нас в мебели. Основная насадка. А, да, забыл сказать, что здесь есть контакты. Подача напряжения на двигатель. И, собственно, уже происходит вращение. Аналогичная насадка. Только она значительно больше. Также подается напряжение на двигатель. У нас вращается турбо-щетка. Турбо-щетка у нас V-образная. С ворсовой насадкой. Если честно, можно заметить, что она разная. Здесь более мягкая. А здесь уже более жесткая. Двойная. Она даже отличается по набивке, по количеству ворса. Также просто разбирается и вытягивается уже для очистки. Здесь есть прорезиненные колеса. Деликатные покрытия не пострадают. Во время движения ее не слышно. Она не создает лишнего шума, к примеру, на плитке или ламинате. Подвижный элемент. Можно будет убираться где-то под мебелью. И, собственно, сама высота насадки порядка 6 сантиметров. Так что подлезет под любую мебель. Есть здесь светодиодная подсветка. 4 светодиода. Ну и плюс еще регулировка по всасыванию. Для мелких крупных частиц. И сам пылесос. От компании DERMA. Это модель T50W. Выглядит как какой-то космический бластер. Есть индикационное табло, на котором отображается выбранный режим. Уровень заряда аккумулятора либо какие-то ошибки. И также есть кнопки управления. Сменный фильтр тонкой очистки. Есть контейнер для сбора мусора. Есть удобная система очистки. На нижней части аккумулятора. Он тоже съемный. Не буду уже показывать. Также сам пылесос предусмотрен для того, чтобы использовать его со станцией самоочистки. Здесь есть дополнительные контакты. Покупается станция отдельно, либо уже в комплекте. Устанавливается пылесос. Либо происходит автоматическая очистка, либо нажимаем на кнопочку. Открывается контейнер, вываливается и очищается воздухом. Приемная труба с контактами, как я уже говорил. Внутри фильтра есть дополнительный фильтр для очистки. Вообще, как в данном пылесосе у компании DERMA реализована очень хорошая система очистки. Многоуровневая съемный контейнер. Здесь тоже все очищается. Это можно будет снять, почистить. И еще хотел показать, что во время очистки здесь у нас чистится металлическая сеточка. И сам контейнер, он также отодвигается, и пыль вся сбрасывается. Приемное окно. Все здесь присутствует. И довольно очень хорошо просто собирается. Ну что, в следующем видео я хотел бы показать, как работает пылесос и как работают некоторые насадки данного пылесоса.